Ну что, друзья, нам в помощь к нашим методам работы сделана бесплатная регистрация, да, и мы теперь можем совершенно легко звать и знакомых, и незнакомых людей, да, просто даже на дисконтную карту оформить, пока есть такая возможность, и ты сможешь в любой момент уже брать для себя продукцию дешевле, да. И на самом деле это классно, сегодня обзванивала те контакты, которые у меня есть, которые брала ранее, да, это уже тёплый круг, потому что мы знаем, как зовут этих людей, мы уже несколько раз с ними разговаривали, да, соответственно, сегодня вот у меня три регистрации, это люди, которые просто зарегистрировались и готовы посмотреть каталог и показать его своим знакомым, да. Это преимущество нашего бизнеса, что наш магазин открыт 24 часа в сутки, и его рекомендуют самым-самым близким, да, то, что нравится людям. Ну что, начнём, друзья, бесконечный список знакомых, это реально, на самом деле это реально, список знакомых, он бесконечен. Давайте мы с вами это посмотрим, ну, на примерах, да, почему тёплый рынок, статистика рекрутинга на тёплом рынке и скрипты приглашения, да. Давайте посмотрим, да, сколько у тебя знакомых, вот мы обычно считаем наших знакомых, это те люди, которые, ну, очень близко мы общаемся, то есть мы можем доверить любую тайну, там, я не знаю, родная сестра, мама, кто там ещё у нас, близкие родственники, двоюродные сёстры и так далее, и так далее. Да, на самом деле список знакомых, он гораздо больше, потому что даже если вы знаете, как этого человека зовут, это уже ваш знакомый, да, это тоже считается тёплым кругом. И поэтому, когда спрашиваю у новичков, кому ты показал каталог, я понимаю, что новичок показал-то, в общем-то, всего троим людям каталог, да, и говорит, вот у меня не получается сделать там 150 баллов. На самом деле у вас огромное окружение и свой бизнес, свой каталог нужно рекомендовать большему количеству людей, да, ну, как минимум ещё коллегам по работе, как минимум бывшим коллегам по работе, да, и так далее, и так далее. Ну, давайте посмотрим, да, что к 25 годам у человека примерно 700 знакомых, это не выдумка моя, это на самом деле так. Вот если мы посмотрим с вами родственники, да, отца, матери, мужа, матери мужа, отца мужа, то уже примерно 250 человек будет, да, это в России. А если взять Узбекистан, Казахстан и так далее, да, то если мы посмотрим на их свадебные фото, это почти там очень много человек, больше, чем 250. То есть на самом деле у нас просто родственников, на одних родственниках можно сделать директорскую структуру, просто всех помыть. Не то, что там личный товарооборот 150 баллов. Одногруппники, да, это бесконечно, то есть одногруппники, садик, школа, институт, техникум, кто-то учился в двух институтах, это разные, например, там группы параллельные, весь поток, соседний поток и так далее, и так далее. То есть очень-очень много людей, почти 300 человек, да, если собрать за всю свою жизнь. Коллеги по работе, там, свои жены, родители, друзей и так далее. То есть еще человек 60 точно можно набрать. Хоббит. Ходили вместе там на кружок, например, да, я вот вспомнила девушку, я ее нашла, я ей написала. И вот сегодня сяду отрабатывать интересный текст, которым тоже работала буквально летом, наверное, тем, что дисконтная карта, так как компания сейчас дала бесплатную регистрацию. Это очень удобно, да, и напишу ей обязательно. Девушка, с которой мы ходили вместе на кружок, ну, как бы не вместе даже ходили, а мы с ней просто встречались на краеведении, когда я приезжала, жила в Екатериновке, она безенчукская и так далее. А тут недавно встретились мы у друзей на дне рождения, выяснилось вообще, что это почти первая любовь моего мужа, представляете, как тесен мир. Поэтому, друзья, вспоминаем всех абсолютно и обязательно спрашиваем, ищем своих знакомых. То есть я просто начала спрашивать, я говорю, вот девочка с вами училась, ведь во второй школе, и вот так вот выяснилось, да, кто переехал в другой город, да. То есть раньше вы жили в одном городе, сами, может быть, уехали, у вас остались там друзья в другом городе с красивыми волосами или лысый, да. То есть тоже не забываем, что, ну, вот такую пометочку себе сделали, вспомнили, ага, вот вспомнил такого неординарного человека, например, да, с кем отдыхал, то есть лагеря, различные поездки, путешествия. Мы много на самом деле путешествовали, да, сейчас мы понимаем, что мы много путешествовали, и по пути нам всегда встречаются разные люди, знакомства и так далее. Не забывайте брать контакты, конечно, обязательно, и у вас их много уже есть. По спорту, да, может быть, вы ездили куда-то на какие-то соревнования, может, ходили в тренажерный зал, и у вас там есть знакомые. Сейчас как раз можно очень легко возобновить это общение, да, уже именно онлайн. Ни за кого не решать, дать информацию абсолютно всем. И ваша задача сейчас это свести своего знакомого, да, вместе со своим спонсором. Текст вам давала вчера Ирина, да, и Настя его повторяла. Это очень простой текст, да, что сейчас меня заинтересовала тема заработка в интернете. Моя знакомая имеет бизнес в интернете, мне показалось это интересно, так как нет финансовых вложений, деньги реальные, да. И хочу попробовать. Давай, да, мы твой номер телефона, да. Ну вот так, по памяти рассказываю вам. Есть скрипт прям конкретный. И я вам очень рекомендую этот скрипт, особенно который давала Ирина. Я ищу компаньона «Давай вместе» записать голосовым сообщением. Потому что когда вы общаетесь с человеком, да, и потом ему делаете голосовое сообщение, это во много-во много раз эффективнее. Потому что человек уже видит ваш настрой, да, он читает не со своим настроением, что как бы не всё хорошо, и сейчас там что-то непонятки какие-то, да. А он уже будет слышать именно вашу интонацию, вашу улыбку слышать через это голосовое сообщение. И выход будет больше. Статистика тёплого круга из 10 контактов 5-7 регистраций. Это абсолютно реально, потому что люди вам доверяют. Ну и вот здесь вот пример. Взяла это мой одноклассник, да, и пошла по его друзьям. То есть здесь нахожу общих друзей. Нашла, например, вот несколько ещё общих друзей, да, и зашла уже к Алене. У Алены общих друзей ещё больше. Алена тоже училась в одной школе вместе с нами, но младше на год или на два уже, точно не помню. И вот, как видите, вот здесь вот стоят галочки, да, то есть и общие друзья у меня с ней есть, и те друзья, которых я тоже знаю, но у меня их нету в друзьях, понимаете. То есть, соответственно, значит, я могу добавить этих людей, как раз найти своих там одноклассников, одногруппников по садику и так далее через одного человека. Мы можем найти ещё и ещё больше людей, и когда вы напишите ему привет, просто привет напишите, но 90% что он вам ответит, потому что он увидит более-менее там знакомое лицо, или вы сразу напишите привет, мы с тобой там давно не общались, как у тебя дела, вот сейчас вспомнила, нашла тебя там через Сашу, да, или там через Лену. И, соответственно, человек вам напишет, да, если вы себя обозначите как-то, что вот вы с ними уже как-то контактили, да. Я даже сегодня обзванивая, опять повторюсь, если вы знаете имя человека и с ним уже разговаривали, это уже знакомый человек, да, обзванивая контакты с анкетированием, я звонила, представлялась Наталья, менеджер Арифлейм, помните, я вам давала каталог. Люди уже улыбались, уже были готовы со мной поговорить, они не бросают трубку и так далее, и так далее. То есть, в общем-то, ничего такого катастрофичного на самом деле нету, тем более вы пишете в социальных сетях, и сейчас люди очень, ну, большое количество времени проводят в социальной сети, так как нет возможности там погулять, куда-то сходить и так далее, и так далее. То есть все в интернете. Дальше едем. И вот здесь вот, как вы видите, на примере очень-очень-очень много находится тех людей, которые у нас, как бы, ну, точки соприкосновения, да, вот видите, здесь даже показано 91 общий друг, но это у меня не добавлено, но есть еще люди, которые и не добавлены, да, то есть я, соответственно, через этого друга могу найти дальше людей. Вот, знакомые повсюду. На самом деле наши знакомые, они повсюду. Просто теперь внимательно отнеситесь к своим контактам, к тем контактам, которые у вас в телефоне. У меня, например, в телефоне сколько там, почти 2000 контактов, да, то есть это люди, которые, ну, когда-то со мной общались по поводу Арифлейм, не по поводу Арифлейм и так далее, да, и, соответственно, к каждому этому человеку можно позвонить. У меня, например, каждый день в Телеграм вылазит там сообщение, что кто-то присоединился к Телеграм. Я, естественно, пишу этому человеку, говорю, здравствуйте, у меня ваш телефон сохранен там в контактах. Вот, и начинаю общаться на тему, что мы где-то там встречались, да, и, скорее всего, может быть, через каталог и так далее. То есть, а вот здесь вот я вам показала пример именно вот бесконечного списка знакомых. И когда у нас проходил тоже такой онлайн-тренинг, прям буквально в этот же вечер, рекрутируя в интернете, я нашла тоже, понимаете, вот он, насколько бесконечный список знакомых. Мы переписывались с девушкой, вот не вставила сюда, кстати, эту переписку надо было вставить. И когда я с ней переписывалась, в общем-то, ну, живёт она там в Елховском районе, я говорю, у меня мама раньше жила в этом районе. Говорит, а как фамилия? Я говорю, ну, вряд ли вы её знаете. В общем, взрослая, давно не живёт. Написала, она говорит, ой, а я знаю вот тёть Зину, это моя тётка, да. То есть, вот видите, он мир-то тесен на самом деле, да, и по правилу там, скажите, шести рукопожатие, все друг с другом знакомы. Поэтому обязательно просите и рекомендаций, да, и у своих знакомых, и сами, тоже относитесь внимательно к своим контактам, которые у вас уже есть. И каждый день готовьте себе работу на завтра. То есть, вам нужно поставить 20 лайков, написать 20 приветов уже новым людям, да, чтобы это не... Когда вы заходите работать, да, уже вот всё, у вас время обозначено, там, с четырёх там до семи я сижу и рекрутирую. Соответственно, вы уже знаете, кому вы будете писать, потому что у вас есть 20 ответов на привет. Ваша задача – пообщаться с этими людьми, плюс завести новые беседы. То есть, всё на самом деле очень просто. Скрипт сообщения есть в чате рекрутирования 2020. И не ждём, действуем. Сегодня на самом деле самое подходящее время для того, чтобы зайти в социальные сети, найти и вспомнить всех-всех своих знакомых, всех добавить к себе в друзья и предложить им бизнес, который всегда актуален на самом деле, всегда актуален. Так, у меня всё.